Тауэн Бахталэ, у меня уже нервов не осталось, поэтому я прошу всех прощения. Мангав Патых, Саре Манушенге, за мои слова. Жеребенок, псиласамэтуддремун, ты опять затрагиваешь мою семью. Кар в рот тебе забить, жеребенок. Затрагиваешь моего дедушку Тарзана и мою мать, Так вот, чтоб он тебе в рот положил с того света. Ты, сука, без травмов жить не можешь, тебя кумарит. Ты че пишешь, курва? Раньше ты свой рот открывал, и тебя за это страмили, курва. А теперь ты писульки пишешь. Хочешь, чтоб тебя за писульки пострамили и кар в рот положили. Окей, пацан, щас все будет по заказу. Баб, яфа дай. Ну что, курва пишешь-то? Всех опять вот так, всех переворачиваешь. Хуй тебе в рот забить. Ну, выглядываешь моего мужа, чтоб ты съел его хуй мертвый. Там, на том свете. Чтоб он мамку твою мертвую там взял замуж. Хуй тебе в рот забить. Козел ты ебучий. Мой муж не успел при жизни взять твою мамку. Ну, он там тебе и там ей сделает. Понял? Ты псела сама тут ромой. И ты и порода, и тут ты хаса мариминча с оренгеры. Ты вылезы на сарота ламанда. Дык, помрозят тесто пала за ракетян, помрочата. Ты с хасту на гребля. Ну, чё, пацан, допинг получил, поел, красавчик. А мою мать ты обязательно увидишь. Ты же в сентябре должен быть в Москве. А если в сентябре тебя не будет, значит тебя, курва, привезут. Слышь ты, пустышка цыганского народа. Ты ещё надеешься, что рума тебе верят? Твоим словам? Псина, псина, ты конченая. Ты ещё за моего отца говоришь, что он сдымает. Но его ещё никто не объявил. И его не объявят. За ним косяков, как за тобой, нет. Это тебя в спецслужбы махали и до сих пор не отпустили. Спецслужбы, дружок, просто так не отпускают. Слышь ты, жеребёночек, корёночек, Ты во всех семьях воду мутишь. Ты к Бузылёвам залез, с Джиганом залез, Митиненко залез. А что ты сделал с Петей и Габудой? Уму непостижимо. Они никогда не вылезут из этого. Мразёвка конченая. Спецслужбы, видимо, поставили тебе такую задачу. Я в свои 17 лет знаю, кто ты такой, тварина. А я думаю, постарше меня уже знают, кто ты. Короче, всё с тобой покончено. Теперь дальше. Ждём тебя в сентябре, ты будешь облить 200%. Заедешь уже Макирто. Теперь, Джиганок, вы себе дураков ищите или врагов? Смотрим видео. Я знаю этих людей, Чава. Дай Бог им здоровья всем Бузылёвам. Это люди-легенды. А они чё, вот эти какие-то обшельники? Это как так? Это чё за бесплатные? Это было первое видео. Теперь смотрим второе. Не-не-не. Не-не-не. Не, ну может... Саня, подожди. Так может быть собраться, братан, к серьёзным ребятам и выйти туда на Москву, на Артура, на Бузылёва. Ещё там кто у них есть. Подавайте с ними. Они будут в любом чём, распространяются. А теперь смотрим третье. Астар, после первого видео мой отец и Ян Поляков с тобой разговаривали. Я считаю, что это слишком круто для тебя. Ты всего лишь друг нашего админа Николаса. Но на данный момент бывший друг. Даже он не захотел с тобой общаться. Астар, теперь у меня к тебе один вопрос. Вы чё Бузылёвых-то дёргаете? Тащите в свою яму? Или вы себе врагов больше хотите? Вам Митиненко мало? Вы сначала Смитиненко справьтесь. А потом с нами будете, ребятки. Чё Смитиненко? Душка не хватает решить вопрос. Астар, вы чё хотите-то? Чтобы Бузылёвы повлияли на моего отца? А мой отец вам что? Пацанчик какой-то? Я очень хочу посмотреть, кто из Бузылёвых ему укажет, как жить. Астар, ты по себе не суди. Пусть родня твоей жены решает, как тебе жить. Мой отец Глушков, а его жена всего лишь Бузылёва. Пускай родственники твоей жены тебе укажут, как жить. Астар, среди Бузылёвых мужчин мы признаём только моего дядю Артура. Он всегда был в моей жизни, был и будет. Но мой дядя Артур не сомневается в разуме моего отца. А ещё, Астар, мы признаём, любим и ценим. Это Алёна Бузылёва, её сын Юан, бабушка Надя и дети моего дяди Артура. И запомни, Астар, талантливые рума принадлежат моему отцу, Глушкову Сергею Александровичу. А ещё вот такими штучками моего отца ты не прогнёшь и в болото не затащишь. С Митиненко сами решайте вопросы. Мой отец с ним не разговаривает и не учит решать вопросы. Астар, с тобой всё. Надеюсь, ты меня услышал. А ты, жеребёнок, в сентябре должен быть в Москве. Либо тебя привезут. Всем добра. И да, чуть не забыл. Жеребёнок, колёнок, карчик. Моего отца никогда не объявят с Демарём. А вот тебя объявили официально 15 февраля этого года. Город Краснодар. И кто пошёл к тебе, к Сдемарю, тот с тобой одной цены. Ну пакать.